Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! У нас сегодня в гостях общественный деятель и юрист, и, кстати, почётный консул Индонезии в Латвии, почётный консул Филиппин в Латвии, Дмитрий Трофимов у нас в студии. Добрый день! Здравствуйте! Может быть, так вот необычно начнём, может быть, обязательно поговорим сейчас и о ситуации внутри страны, и год правительства исполнилось, но вот всё-таки, что касается Филиппин, сегодня как раз было выступление по латвийскому радио главы МИДа господина Ренкевича, и его спрашивали о том, как развивать, ну, идти дальше не только в Европе, не только в СНГ, а пытаться как-то расширить рынки, там он говорил об Африке, говорил о том, что следующий, наверное, куда бы надо бы и бизнесменам съездить, это Латинская Америка, ничего не упоминал об Азии, а на самом деле, я так понимаю, что и у тех же Филиппин весьма большой потенциал, да, то есть мы могли бы каким-то образом там активизировать сотрудничество, может быть, вы несколько слов об этом и скажете. Да, но возможно, будет кому-то любопытно узнать, что на самом деле Филиппина – это одна из огромных по населению стран, хотя на карте, может быть, её не так просто найти, потому что она состоит из нескольких тысяч островов, но на самом деле население Филиппина – около 100 миллионов, то есть это, если мне память не изменяет, 19-го сейчас экономика в мире, и кроме того… То есть такая быстро развивающаяся, да? Ну, может быть, не настолько быстро, насколько бы хотелось, но тем не менее развивающаяся, и кроме того, не нужно забывать, что она входит в тот таможенный союз, который в Юго-Восточной Азии, ну, аналогичен Европейскому союзу, да, то есть товары свободно распространяются, между этими странами, в которые входят, там, та же Индонезия, и Таиланд, и Сингапур, и Вьетнам, и другие страны. Ну вот, и на самом деле интерес среди латвийских предпринимателей есть, то есть почему я это наблюдаю, потому что ко мне приходят заверять документы, я как почётный консул выполняю ещё и функции нотариуса. Ну, в принципе, это нормальная консульская деятельность, да, то есть консулы занимаются вопросами безопасности и всем, чем связано с гражданами той страны, а в моём случае Филиппина. Ну, виза нет, это уже через посольство. Виза – это тоже консульская часть, но как бы у нас ситуация такая, что на самом деле туристы из Латвии, имеющие гражданство, могут ездить на Филиппины без визы, и поэтому в большинстве случаев это проходит мимо меня. А рабочие визы даёт посольство, наше посольство в Варшаю. Ну вот, интерес есть, и открывали там и компании, и экспорт идёт на Филиппины, и растёт товарооборот. Причём интересно, что экспорт был не только такой, как, например, зерно или продукция и деревообрабатывающая промышленность, но и косметика, и лекарства, и машиностроение, продукция, ну, то есть достаточно разнообразная. Конечно, объёмы гораздо меньше, чем даже с другими странами Юго-Восточной Азии, с тем же Китаем, но потенциал есть, развитие есть, и я думаю, что, в принципе, посмотреть в сторону Филиппин было бы полезно. Есть предприниматели, которые, наоборот, импортируют из Филиппин. Например, наши покупатели, может быть, заметили, сухофрукты филиппинские, соки филиппинские продают, масло, тунец, ну, в общем, достаточно попадают товары из Филиппин в наши торговые сети, то, что видят сразу. То есть, в принципе, вы думаете, что ещё дальше можно развивать сотрудничество, несмотря на все эти расстояния, да? Нет, сотрудничества в современном мире пределов нет, и расстояние давно уже не помеха. Поэтому, конечно, если есть определённый интерес, то я, как консул, готов в этом помогать нашим предпринимателям. Вот переходя, может быть, от такой внешнеторговой истории, может быть, к внутрилатвийской экономической, вы, как предприниматель, за год работы почувствуете какие-то изменения? Да, мы понимаем, что правительство сразу продекларировало, что какие-то налоговые изменения в этом году не будут проводиться. В следующем году все сюрпризы нас ждут. Вот, ну, тем не менее, подводя год правительству. Ну, знаете, как бизнесмен я занимаюсь риэлторской деятельностью, причём очень давно уже, скоро… По-моему, с начала 90-го чуть ли не было. Да, в 93-м году у меня первая фирма, а занимаюсь этим с 92-го года, то есть уже 28 лет получается. Ну вот, то есть что я могу сказать? Очень ужесточили ситуацию на рынке недвижимости, акты, законы, связанные, во-первых, с легализацией незаконно нажитых средств. То есть по этому поводу сейчас я наблюдаю просто что-то непонятное творится. Ну то есть, например, простой пример. Приходит клиент, которому нотариус отказала заключить сделку, потому что у неё были деньги на счету, у неё не было кредит. Это были её накопления, они не были внесены в последний момент в банк. То есть нотариус, собственно говоря, как бы не должна выполнять функции вида или полиции, или ещё каких-то служб. То есть она просто отказала в сделке, и человек в расстроенных чувствах пришёл к нам. То есть, ну, как бы сумели всё это сделать, но вот пример. Кроме того, конечно, стало на рынке с прошлого года сделки стали, возможно, только перечислению при сделках с недвижимостью. А как же такой наивный вопрос? Как же Rokosnaudo? Помните, была такая тема интересная? Нет, на самом деле тема осталась. Но вот опять же хочу предупредить всех слушателей, которые не каждый из них сталкиваются с недвижимостью, продажей или покупкой, что давать Rokosnaudo наличными просто нельзя. То есть единственный вариант – это вы заключаете договор, задатка Rokosnaudo, и перечисляете деньги на счёт. То есть только перечисление? Всё, да, только перечисление. Ещё, я так понимаю, нотариус, у них обязанность проверить, откуда у вас деньги? Ну вот, да, это на самом деле самое смешное, потому что нотариус не обладает ни доступами к соответствующим базам данных, то есть она не следователь, то есть она не финансист. То есть в результате эта работа сводится к тому, что каждого клиента, кто обращается к нотариусу, ну почти каждого, там есть исключения, то есть сами нотариусы немножко от этого ушли, чтобы вообще не каждого человека, кто к ним зашёл, опрашивать. Но вот по таким сделкам, в которых принимает участие нотариус, составление договора, составление нотариального акта, они требуют заполнения анкет, причём довольно подробных, примерно как банковских. То есть клиенты плюются, ругаются, нотариусы не знают вообще, что им отвечать. И ситуация, конечно, с этим очень такая печальная. Но то же самое банки воют, потому что их заставляют выполнять работу государственных институций. Никто, конечно, им на этот денег не даёт. И, соответственно, всё выглядит так, что государство пытается спихнуть часть функций на частный бизнес. Конечно, я это не могу поддерживать, ни в каком случае. Но это, в принципе, всё осложняет работу, ну, к примеру, бизнеса недвижимости. Ну, не только недвижимости. Я ещё раз говорю, да, то есть это связано, это стало, распространилось на очень многие сферы. В принципе, даже тех, кто оказывает консультационные услуги, налоговые консультации, да, то есть там, например, юридические, те же самые риэлторы, да, то есть тоже обязаны выполнять все эти требования закона по борьбе с легализацией. То есть, ещё раз, ну, у нас просто нет таких возможностей всегда это делать. То есть, как мы можем выяснить, да? Вы же не финансовая разведка, да? Ну, то есть, это довольно странно выглядит, и, конечно, я не могу на эту тему высказать ничего хорошего. То есть, сама идея о том, что не нужно разрешать легализовывать средства преступные, то есть она полностью одобряема, да, то есть, ну, это то же самое, что, например, заставить управляющих домами выполнять функции полиции задерживать преступников и наркоманов. А при чём тут управдом? А при том, что он даже знает, кто в доме живёт. Пускай ходит по квартирам, задерживает преступника. Конечно, смотрит, кто там посторонний. Абсолютно аналогичная ситуация. Ну, вот. Вообще, в принципе, если мы говорим о правительстве, то на самом деле здесь моё отношение двоякое. Знаете, я думаю, что многие меня знают как патриота, но патриот и идиот это разные категории, да? То есть, в моём понимании, идиот – это тот, кто либо полностью ругает всё, что всё плохо, страна плохая, правительство плохое, люди кругом плохие. Сидит на диване и ругается. Да, один я хороший. Он идиот, извините. Другие, те, которые говорят, у нас всё замечательно, у нас правительство лучшее, мы впереди планеты всей и сделаем ещё лучше, да? То есть, поборемся с климатом быстрее всех остальных, примем все законы быстрее всех остальных и выполним их быстрее всех остальных. Откуда возьмём деньги, при этом никто не говорит, но вот это вот тоже другая крайность – другие идиоты. То есть, на мой взгляд, правительство надо ругать, то есть, надо обоснованно ругать и надо что-то предлагать и делать. То есть, критика должна быть конструктивной. То есть, например, чем сейчас занимается правительство, я думаю, что многие знают, чувствуют на себе, но что-то положительное можно найти и в их деятельности. Например, та же самая отмен тех самых корзин в медицине, То есть, которая идея Винкеля. То есть, на мой взгляд, это была полная чушь. То есть, То есть то, что это отменили, на мой взгляд, это положительный шаг. Реформа самоуправления, которая сейчас довольно обсуждаема в обществе, на мой взгляд, тоже достаточно правильный шаг, или вернее, шаг в правильном направлении. Как она организована, насколько участвует в этом население, это уже другой вопрос. В принципе, основной посыл, я так понимаю, что мы знаем, какая у нас демографическая ситуация. И просто, ну, вымирает провинция, надо что-то с этим делать. Так я понимаю, если фундаментально, да? Да, ну, грубо говоря, так. То есть у нас очень много самоуправлений, самоуправления очень много тратят денег на именно выполнение своих административных функций. То есть это, естественно, нехорошо. Но участие жителей в жизни самоуправления, их влияние на принятие решений в крупных самоуправлениях намного ниже. Поэтому, на мой взгляд, опять же, хорошо, я не профессионал в вопросе развития самоуправлений, и в самоуправлениях никогда не работал. Но, тем не менее, как активный человек, участник разных общественных организаций, то есть я хочу влиять на ситуацию в своем самоуправлении. Еще я хочу на нее влиять не так, что я вот иду там кому-то, даю взятки. То есть нет, я этим не занимаюсь, я не развиваю проекты, а, то есть я занимаюсь только посредническими услугами. Но я хочу влиять на нее в том смысле, что если, например, в моем самоуправлении что-то происходит, я хочу на это влиять, давать свою оценку, давать свое мнение и влиять на эти процессы. Тем более, если это касается, например, моей жизни. То есть, например, если укрупнят все вот условно самоуправления, которые около Риги. То есть там Адаши, нет, не все, но предположим, там Адаши, Гаркалны, Стопини, Царника, Уссал, Красноярск. Гаркалны, да. Да, вот все это сделают таким огромным. Я знаю, что, например, Гаркалны платят достаточно много налогов. И почему эти налоги должны уходить на то, чтобы сделать, например, школу где-нибудь в Царнике, мне не очень понятно. То есть я хочу влиять на это. Но нужен ли мне исполнительный механизм, нужны ли нам оплачиваемые депутаты, оплачиваемые председатели этих самоуправлений и так далее, это большой вопрос. То же самое Гаркалн, например, председатель Гаркалнской думы, но только что как-то тихо ушел с работы. По состоянию здоровья. Да, а министр заявил, что там потрачено 3 миллиона евро вне бюджета. Непонятно куда и непонятно кем. Богатые самоуправления. Но, 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 еще раз, да, то есть вот на мой взгляд корень зла не в том, что самоуправления маленькие, их надо объединять. Корень зла в том, что в маленьких самоуправлениях есть много тех функций, которые можно отдать другим самоуправлениям, которые могут действительно это выполнять. То есть почему, например, должно быть в Гаркалн, мусорная организация, которая занимается вывозом мусора, а и рядом стопени, допустим, старников, если их можно объединить. Вполне. То есть и так далее и тому подобное. Но жители самоуправлений должны иметь возможность влиять на жизнь вот своего ближайшего околотка. То есть на самом деле вот Рига как самоуправление, да, то есть это тоже не есть хорошо. То есть гораздо лучше, если бы в Риге были, например, самоуправления маленькие, Кенгарак, Стейка, например, Болдера и Вэтмилгравис. То есть жители, которых могли бы влиять на их жизнь, на то, как эту жизнь улучшить, и влиять непосредственно. Причем абсолютно не обязательно, чтобы там были какие-то оплачиваемые депутаты, да, то есть были структуры и так далее. Достаточно, чтобы были избранные депутаты, которые готовы выполнять эту роль бесплатно. То есть, но тем не менее, которые бы вникали в те вопросы, которые касаются жизни этих жителей. Ну ладно, мы говорим об правительстве. Нет, может быть мы к правительству вернемся, но не могу не спросить, раз вы сами Ригу упомянули. Это такая горячая тема, тем более, что Сейм грозится уже, в принципе, до конца февраля принять закон о распуске. Вот если бы вас спросили, если бы был бы, условно говоря, референдум, вы бы как? Скорее за распуск Рижской Думы или все-таки пускай уже домучается, не знаю, до июня 2021 года? Вопрос сложный на самом деле. То, что сейчас творится в Рижской Думе, это, конечно, вежливо и культурно описать сложно. Я бы даже скорее был бы за то, чтобы был на это время, может быть, даже администратор назначенный. Роспуск Думы и сразу перевыборы, следующий Думы на 5 лет. Я небольшой сторонник переписывать законы под какую-то конкретную ситуацию. Плохой президент вообще, да? Да, это на самом деле не совсем правильно. То есть, если Министерство Варам, то есть Министерство регионального развития считает, что в Риге настолько все плохо, что нужно Рижскую Думу разогнать, то, пожалуйста, прецеденты в Латвии были. Например, та же самая Кековская. Была внешняя администрация. Да, внешняя администрация, которая несла ответственность за все действия в этом самоуправлении. Насколько они были хороши или плохи, я судить не могу. Я там не живу и не жил. Но прецеденты такие были, это абсолютно соответствует закону. Менять закон, продлевать эти сроки, ну, как-то, на мой взгляд... Пропускать выборы очередные, да? На самом деле, на мой взгляд, это как-то не очень правильно. Ну, в принципе, если есть нарушения, значит, вы сторонник того, что пускай распускаем внешнюю администрацию. Это разрешает, да? То есть это как бы уже есть в законе, да? Да, ничего тут не надо менять, да? Есть такие действительно жесткие... Ну, они там есть, да? То есть они вскрываются, но вопрос, нужно ли для этого разгонять Думу или не нужно, это уже другой вопрос. То есть это компетенция министерства и министра в первую очередь. То есть, но менять закон для того, чтобы сделать следующий срок 5 лет, ну, на мой взгляд, это нехорошая практика. Когда законы меняются под конкретное лицо, под конкретный случай, под конкретный город. Вот прервемся буквально на пару минут на рекламу, потом вернемся в студию и не переключайтесь. Добрый день еще раз, Дмитрий Трофимов у нас в студии. Вот мы подводим итоги года работы правительства. Но вот сейчас так оказалось, прямо под юбилей правительства, вот эта новость весьма печальная появилась о том, что 1500 сотрудников в Латвии Зельсия еще увольняется. Но, с одной стороны, мне кажется, что это как-то тоже очень странно, да? Что вот сидело-сидело правительство, я так, может быть, чуть-чуть утрирую, и вдруг выяснилось, что оказываются у нас проблемы с транзитом, с грузопотоком. Вот за последние 17 лет вот такого не было низкого грузопотока, грузооборота. Ну, мне кажется, для этого есть как-то правительство, есть министерство сообщений, чтобы каким-то образом как-то прогнозировало ситуацию. Вряд ли вот эта история с уменьшением того же российского транзита случилась вот буквально за один день. Ну, да. То есть, должны были отслеживать ситуацию, должны были не доводить дела до того момента, когда все вот уже начинает падать и рушиться. Но у нас это традиционно, да, то есть, и как бы ничего нового, опять же, в этом нет. То есть, достаточно вспомнить и другие ситуации, которые у нас происходили, когда закрывались крупные предприятия и крупные компании, которые, на самом деле, может быть, все-таки можно было бы что-то сделать. Но, честно сказать, я не могу комментировать эту тему настолько хорошо, потому что я все-таки не специалист в железнодорожных перевозках. А то есть, ну, естественно, да, транзит у нас сейчас находится в загоне, но это связано в первую очередь, конечно, с тем, что Россия стала развивать свои порты. И транзит пошел, то есть, не транзит, а грузы пошли там. Я почему говорю, потому что, ну, возникает такой вопрос, я многим пытаюсь его задать, понятно, что это непростой на него ответ. Что касается того, как мы будем зарабатывать. Вот мы знаем, что программа ВНЖ, ну, фактически обмен на инвестиции, в том числе в недвижимость, она закончилась, да, в силу принятия ужесточения закона и так далее. Ну, мы видим, что с транзитом сейчас происходит, мы видим, что происходит с нерезидентским банковским бизнесом, он тоже закончился. Всегда такой возникает вопрос, я думаю, у вас, у предпринимателя тоже. А как государство будет зарабатывать? На чем? Может быть, какую-то новую фишку нам, я извиняюсь, предложит? Ну, на самом деле, это, конечно, больной вопрос. Для меня, как для бизнесмена, уже почти с 30-летним опытом. Знаете, я думаю, что основная проблема нашей страны в том, что те, кто пишут законы и предлагают эти законы, и принимают эти законы, довольно сильно оторваны от реальной экономики. То есть они в большей степени, в большей части не понимают, как работают эти механизмы, и как бы если стране нужны деньги, то естественный их ответ, да, то есть давайте увеличим налоги. На самом деле так это не работает. Если мы вспомним 90-е годы, то тогда среди моих знакомых предпринимателем был, не знаю, может, каждый пятый. Хотя, конечно, каждый пятый бизнесменом быть не может, да, то есть там есть статистика, что там не больше 10%, да, то есть не 20, не 30. Но, тем не менее, это показывает, что люди были заинтересованы работать, заинтересованы работать самостоятельно, заинтересованы зарабатывать, а не сидеть на шее. Постепенно эти люди мигрировали в госслужбы, в самоуправление, стали работать по найму или уехали из страны. То есть заниматься бизнесом в нашей стране с каждым годом становится все хуже и хуже, потому что налоговая политика мечется каждый год туда и сюда, требования службы госдоходов то же самое, то есть то они ужесточаются, то они, когда видят, что это все приводит к полному краху, немножко облегчаются. Ну и, например, тот же самый пример с микропредприятиями. То есть мы сейчас очень рекламируем, что вот у нас хорошо стартапам, вот у нас развиваются стартапы и так далее. Спросите стартапы, да, то есть вот они будут рады, если будут отменены налоговый режим микропредприятия? Они в основном по этому режиму работают. Да, они в основном и создаются по этому режиму. То есть на самом деле, на мой взгляд, лучшее, что наше правительство и наша САИМа могла бы сделать для предпринимателей, это от них отстать. То есть отстать в прямом смысле этого слова. Тем более, что там совсем не такой большой вообще объем. Простой пример. То есть если, например, человек, как частное лицо, самозанятое, как человек на патенте, как СИА с одним учредителем, например, сделаете специальный статус, то есть зарабатывает меньше 50 тысяч, то вообще с него ничего брать не надо. Это человек зарабатывает деньги себе и своей семье просто на то, чтобы поесть. Если он зарабатывает 100 тысяч, поставьте ему 10% от оборота, который он платит, просто ничего не заполняя. Вот ему деньги заходят на один счет, и он с них отчитывает 10% государства. Это, может быть, будет не очень справедливо, но я 100% уверен, что огромное количество предпринимателей на такой режим подпишутся с огромной радостью. Конечно. И уже только начиная от 100 тысяч евро в год, вы можете дальше думать о том, что вы будете брать какие-то налоги. И если мы говорим о таких режимах, то я еще раз говорю. Вот, например, у нас сейчас министр финансов хочет ввести, что платите социальный налог с микропредприятия, хотя бы минимальный. Но почему-то очень часто были моменты в истории нашего налогового законодательства, я уверен, что они до сих пор есть. Когда, например, социальный налог брался даже в том случае, когда и налога, доходов нет. То есть здесь может быть такая же ситуация. Или, например, была не менее смешная ситуация в плане социальной защищенности нашего населения, когда микропредприятия создали возможность такую. То человек, который создавал микропредприятия и получал там деньги, и при этом работал на другой работе, он терял льготы по иждивенцам. То есть у него что, иждивенцы пропадали? Или он в микропредприятии мог заработать миллионы, чтобы ему это было несущественно? То есть это было настолько некрасиво. Но настолько некрасиво, как, например, облагать пенсии по доходным налогам. Все время говорит о том, что вы понимаете, ну там же у него доплата за стаж, это дополнительный доход. Но это какой-то вообще цинизм и абсурд. Это бред, просто бред. О этом я еще раз говорю. То есть я считаю, что лучшее, что может сделать для экономики правительство и депутаты, это отстать от малого бизнеса по принципу совсем. Вот есть крупные корпорации, есть госмонополия. Которые 90% бюджета и наполняют. Пусть они и наполняют. Дайте людям зарабатывать. Деньги спокойно. Не нужен будет штат вида увеличивать каждый год все больше и больше. Не нужно будет взваливать работу на чиновников, на министерство финансов, которые пишут проекты законов о том, где бы еще что-то выжить. Потому что в этой ситуации люди будут зарабатывать деньги сначала для себя, потом уже для страны. Я считаю, что это правильно, чем другая ситуация, когда людей загоняют в угол, а потом им какую-то копеечку с барского плеча отстегивают и говорят, ну вот вам социальные пособия, вот вам прожиточный минимум, вот типа все, идите проголосуйте за нас, мы уже вас кормим. Не они нас кормят, мы их кормим. Но вот, к сожалению, хочется кинуть камень во всех. К сожалению, в этом виноваты мы сами. Почему? Потому что в политических партиях у нас состоит вообще минимум, который только может быть. Соответственно, население не влияет на политические процессы в стране, а исключительно голосует за приятное лицо и красивые слова. У нас очень мало людей состоят в общественных организациях, отраслевых ассоциациях. В профсоюзах. В профсоюзах, да. То есть очень мало людей состоят в инициативных группах, которые занимаются конкретными делами. Только что сюда в эфир приехал с похорон президента Ассоциации перевозчиков Аудеса Трезенча. Человек 30 лет работал над тем, чтобы этот бизнес в Латвии был и работал. А на самом деле это бизнес, который приводит в страну деньги. Потому что наши дальнобойщики ездят по всей Европе, по Евразии, да. То есть возят грузы и зарабатывают деньги, в том числе и для нашей страны. И вот пример человека, который сделал очень многое, да. То есть, но при этом, на мой взгляд, недооценен обществом в первую очередь. И если таких людей будет больше, то я считаю, что у нас что-то начнет меняться. А пока мы можем сидеть, конечно, и ругать правительство, что они все идиоты, а мы такие хорошие. Да, вот тем не менее, несмотря на все, что вы сказали, в принципе, все это соответствует действительности. Вот когда мы беседуем с людьми, которые политически подкованы, я примерно говорю то, что вы говорите. Ну, в партиях практически не участвуете, менее 1%. Голосуете за тех, кто, не знаю, у кого прическа получше, кто громче кричит и так далее. Зачастую, ну, какой ответ я слышу, нельзя сказать, что есть здесь доля правды. Они говорят, понимаете, какая штука. Вот сейчас, не называя никакие партии, вот мы голосуем один раз за партию Х. Ну, проходит там 4 года, мы видим, что обещания не выполнены. Будем голосовать, не знаю, за партию Y. Я к чему иду? Потом Z и так далее. Потом они говорят, за какую бы из этих партий мы не проголосовали, они потом, после выборов, объединяются в коалицию, красиво назвали название коалиция, создают коалиционные советы, там что-то решают, и все происходит то же самое. И уже неважно, за какую мы из этих партий проголосуем. Вот что с этим делать? Я понимаю, что это демократия, что там голоса, там большинство. Еще раз, то есть если люди просто голосуют, то они не могут сказать, что они принимают участие в политической жизни страны. Они пассивные просто. Они пассивные, и естественно, что все это проходит мимо них. Если бы все эти люди вступили в партию X, Y или Z, абсолютно все равно, то они могли бы эту партию создавать такой, какая нужна, а не такой, какой ее создают те, кто платит этой партии деньги. Чаще всего так и происходит. А у нас так и происходит. У нас как бы партий на самом-то деле нет, у нас есть бизнес-проекты. И, к сожалению, это в первую очередь пассивность наших избирателей, пассивность наших граждан, которые не хотят реально участвовать в политической жизни страны. А относительно того, нужно там голосовать и вообще даже так участвовать, то я хочу ответить на это очень просто. Знаете, я все-таки достаточно нахожусь в теме, можно сказать. Я все-таки считаю, что Латвия развивается в правильном направлении, в том смысле, что у нас стало меньше коррупции. Реально, меньше. Несмотря на все эти опросы. Несмотря на все то, что мы думаем, давайте будем смотреть на вещи реально. Коррупция у нас стала гораздо меньше, если сравнить с 90-ми годами. То есть, никто не кошмарит малый бизнес тот же самый, кроме правительства и службы годов доходов. Но у них это как бы их главная идея, кошмарить бизнес. Отобрать все, что еще можно. Что не отобрано. Но, скажем, если мне сейчас кто-то заявит, что у нас входят всякие инспектора, как, например, в той же России, и как это было у нас в 90-х, и там приходится от них откупаться, то это не так. Это вранье. Как у нас происходит, скажем так, реализация бюджета, скажем, вежливо? Освоение. Да. Если раньше это было просто по-хамски воровство, то сейчас уже люди как-то прячутся, то есть уже стараются что-то выдумывать, схемы и так далее. Уже стыдно чуть-чуть. Да, им уже не то, что может быть стыдно, то есть им не стыдно, но они уже опасаются. И, скажем, многие ставят в пример Германии, что немцы такие законопослушные, все у них замечательно, все у них хорошо, законы работают, партии работают, все такое прочее. Да, ну и, во-первых, не так все хорошо и в Германии. Во-вторых, если бы они попали в Германию, например, в 50-х годах, то они бы рвали волосы на всех местах. Да, потому что что там творилось после войны в 50-е годы? Там была коррупция, да, то есть там были преступления, там было все, что угодно. Просто страна развивалась потихонечку и в правильном направлении. Говорить о том, что Латвия развивается в неправильном направлении, что у нас все плохо и ничего не меняется к лучшему, это тоже неправда. Есть провалы, есть демографический кризис, который, как имеет объективные причины, то есть то же самое падение рождаемости происходит во всех развитых странах. И это связано не только с падением рождаемости, но еще и с процессом урбанизации. То есть если в Риге, по сути дела говоря, ой, то есть в Риге, в Латвии, один город Рига, то есть естественно, что население страны съезжается в этот город. А кроме того, потом разъезжается в другие города, то есть большие. Это происходило бы в любом случае и происходит в других странах, к сожалению. То, что нужно что-то делать с этим и думать, это однозначно. Но это опять же работа для всех, а не только для кого-то одного, на мой взгляд. Да, вот интересно, вы тоже в начале передачи акцентировали, что вы считаете себя патриотом Латвии. И вот как раз на прошлой неделе был проведен опрос социологами по заказу Министерства обороны, где пытались, я так понимаю, измеять такую среднюю температуру по стране, понять вообще, как люди вообще настроены по отношению к Латвии. И выяснилось, может быть, для огорчения для многих радикалов с разных сторон, что все-таки у нас большинство населения, в том числе русскоязычные, достроены по отношению к Латвии весьма патриотично. Треть, ну, кто-то считает, немного, кто-то много, даже готовы защищать страну, если будет такая необходимость, не дай бог, конечно, с оружием в руках. Кто-то готов невоенным способом защищать Латвию. Как вообще это все вы оцениваете? Это, может быть, сами люди, понимая, что им неловко отвечать, что они не патриоты, скажут, да-да-да, ну, патриот, конечно. Не, ну, знаете, такие версии я слышал, но в таком случае, почему те, которые сказали, что они не патриоты и не готовы, это сказали. То есть у нас, в конце концов, не авторитарное государство, не тоталитарное, и поэтому, если человек в анонимном опросе отвечает о том, что он не патриот и не готов или уедет из страны, то это абсолютно нормально. Ну, с точки зрения демократии. Это не очень нормально с точки зрения отношения к своей стране. Да, то есть, ну, это допустимо. И все вот эти россказни о том, что люди запуганы, говорят то, что от них хотят слушать и так далее, то есть, ну, на самом деле настолько дешево выглядит, что я, честно, даже не хочу это комментировать. Относительно патриотизма, ну, я считаю, что если треть страны готова взять оружие в руки, чтобы защищать свою страну, то это уже просто шикарно. Если треть готова отсюда убраться при первом же выстреле, ну, я могу этих людей понять, хотя не одобрить. То есть, а то, что постихонечку стирается грань между отношением ЛТШ к Латвии и отношением русских к Латвии, то я это лично всемирно одобряю и считаю, что это очень правильно. Вы знаете, очень многие ваши слушатели, кстати, особенно активные ваши слушатели, почему-то считают, что ЛТШ ненавидят русских, ксенофобы и так далее и тому подобное. То есть, вот кто-нибудь там сказал что-нибудь про вшивых, и всё, мы это автоматически, не мы, слава богу, а вот часть русскоязычного населения моментально переносит на всех. На всех ЛТШ, на все партии, на всё правительство, в общем, на кого угодно, кроме самих себя. Они же не могут про себя сказать, что они там вшивые. Но поймите, то есть, если один ксенофоб один раз вам сказал что-нибудь в таком духе, то это абсолютно не означает, что все так к вам относятся. То есть, ну это просто глупо, это настолько глупо, что это, ну на мой взгляд, в детском садике уже дети понимают, что если их оскорбил кто-то один, то это не значит, что их оскорбили все. И поэтому нужно стремиться просто исключать таких ксенофобов из общественного пространства, исключать их из своего круга общения. Я, например, этим и занимаюсь. То есть, вот у меня не так давно на Фейсбуке один условный латышский патриот, хотя он на самом деле не патриот, он просто ксенофоб. То есть, вот он мне написал, что я утанец, то есть вшивый. Только на основании того, что я русский. Я русский, я этого не стесняюсь, не скрываю. Хотя я считаю себя латышом по национальной принадлежности, то по этнической принадлежности я русский и собираюсь с ним остаться. И вот он, да, вот ему вшивый. Немножко подискутировав с ним, я понял, что мне с этим человеком говорить абсолютно нечего, я просто его забанил и забыл. Вспомнил вот сейчас, чтобы как привести пример. Нет, ну понятно, это всё неприятно, когда что-то в социальных сетях, но люди видят, я тоже не хочу всё это обобщать, но люди видят какие-то сигналы, которые идут со стороны представителей власти. Можно, конечно, сказать, что там они тоже маргиналы, но теперь у нас маргиналы в правительстве. И когда они кричат, к примеру, ну это один из примеров, что вы знаете, нет, агитации на иностранных языках нужно запретить. Ну понятно, какой язык имеется в виду. Ну вряд ли суахили, да, так сказать. Понятно, что хотят запретить агитацию на русском языке. И говорят, вы понимаете, ну как, ну уже граждане Латвии, кто голосует? Граждане Латвии, они должны знать латышский язык. И втолковать им, что речь не идёт о том, знают они латышский или нет, о каком-то элементарном уважении почти 40% населения, совершенно невозможно. Притом это говорит не вот этот вот человек в Фейсбуке, который явно к политической элите не относится, а говорят люди, наделённые власти, но это вряд ли как бы способствует, не знаю, повышению уровня патриотизма. Почему? Ну ещё раз, то есть, если это сказала одна партия, о которой мы знаем, то есть, которая на это профилируется, да, то есть, или вернее, пытается сохранить голоса своих избирателей, среди которых, к сожалению, есть вот эти самые ксенофобы, то почему нужно это переносить на всех остальных, на страну и на всех утышей? То есть, ну, на мой взгляд, это просто глупо, да, то есть, ещё раз. Вы знаете, тут, может быть, случай из жизни расскажу. После печально известного референдума о втором госязыке, я как-то спросил... 12-го года, да? Да, молодого человека, студента, как он голосовал? Он мне сказал, что он голосовал за второй русский язык. Я спросил, почему? Потому что нас дискриминируют, он мне ответил. Так вот, на минуточку, человек, ну, третий курс, да, то есть, уже почти высшее образование имеет, учился в латышской школе, учился на латышском языке в университете, в латвийском университете. Он мне говорит про дискриминацию. Я его спрашиваю, тебя обижали в школе латыши? Нет, у нас всё было хорошо. Тебя дискриминируют в университете, к тебе хуже относятся твои со-курсники, преподаватели. Да нет, всё нормально. А в чём дискриминация? А мою тётю один латыш в трамвае оскорбил. Вот у меня, знаете, вот просто закрыл лицо, фейспалм, да, то есть, и у меня просто нечего было ему сказать, у меня не было слов. У меня их вот до сих пор нет. Поэтому, если люди мне хотят сказать, что у нас вот страна, которая дискриминирует русских только на основании того, что партия высказала идею, давайте запретим агитацию на русском языке, то вот я закрываю лицо, то есть, фейспалм, мне нечего вам сказать. Да, но были ведь, к сожалению, решения тоже, это отдельная тема, мы не успеем их уже обсудить. Да, образование, да, 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 то есть, всё это, конечно, есть эти темы, да, то есть, но ещё раз, то есть, давайте, опять же, посмотрим на реальную жизнь. То есть, реально, русские в этой стране не находятся в положении парей, то есть, они участвуют в жизни страны, в жизни общества, не отделены от общества. А если кто-то хочет изолироваться от общества, да, создаёт себе гетто, и из этих гетто кричит о том, что всё плохо, но, к сожалению, это зачастую выбор исключительно самого человека. И мне очень жаль. Вот, может быть, такой последний вопрос. Время так стремительно бежит, если мы говорим о том, что Латвия, в принципе, развивается в правильном направлении, но вот как вы ощущаете, не знаю, с учётом вашего опыта предпринимательского с 93-го года, как вы сказали, всё-таки вот этот вот путь в правильном направлении, он приведёт, и когда мы ещё застанем, то, что мы будем жить, ну хорошо, ладно, я сейчас не начну говорить Германия, Швеция, Швейцария и так далее, но хотя бы к какому-то среднему уровню Европейского Союза, потому что, я понимаю, что там через 20 лет будем жить при коммунизме, это всё понятно, но вот вообще мы в правильном направлении, как долго будем идти, чтобы дойти до этого направления? Сложный вопрос, я понимаю, да. Просто вопрос без ответа, потому что на самом деле, ещё раз, то есть вернусь, это не, никем не может быть дано, для того, чтобы это нам дали, это нам нужно срочно Латвию продать, например, Швейцарии, или, не знаю, Сингапуру, например, там мало ли, вдруг Сингапуру нужна площадка в Европе, то есть у них деньги есть, пускай купят, и мы сразу будем жить, как в Сингапуре, да, филиал такой, да, так, чтобы Латвия стала сама Сингапуром, или Швейцарией, то для этого нужно приложить какие-то усилия, которые приложил Сингапур, и который, в принципе, за 40 лет вылез из деревни Рыбацкой, то есть стал государством первого мира, а не третьего, ну, поэтому на него просто нельзя ответить, да, то есть это всё зависит от нас самих. А есть у нас предпосылки, чтобы мы стали Сингапуром? Ну, должен сказать, что я думаю, что, к сожалению, нет. Почему? Потому что я не вижу этой политической воли в Латвии, чтобы хотя бы попытаться сделать страну Сингапура. То есть все хотят иметь что-то, но работать, к сожалению, очень мало кто хочет. Это тенденции вообще современного мира, когда люди предпочитают провести время, скажем так, в Фейсбуке, да, то есть вместо того, чтобы повышать производительность труда и заработать денег, но в Латвии это тоже характерно. То есть нет политической воли, не будет и Сингапура. Да. Дмитрий Трофимов у нас был в студии, и большое спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.